2 апреля в Каспийске на базе Камыши имени Магомеда Гаджиева состоялось мероприятие, когда чужая боль становится своей, приурочена к теракту в Крокус-Сити-Холле в Красногорске. Основная цель встречи – это донести, что война с терроризмом – это война без видимого конца, без стратегии выхода из нее. Война, в которой враг определяется не его стремлением, а применяемой тактикой. Беспредизентный рост террористических актов пришелся на последние десятилетия 20 века и начала 21 века. Чтобы запугать людей, террористы совершают взрывы, поджоги, похищения людей, взятия в заложники, убийства, захваты транспортных средств и другие. Напомним, что в мире за последние 40 лет было совершено около 65 тысяч ростических актов. Жертвами террора оказались тысячи простых граждан в разных городах мира, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Буденовске, Первомайске, Грозном, в ряде районов Дагестана, в том числе и в городе Каспийске. Ныне они происходят на всех континентах. Молодых, вот как вы, подеты, вовлекать в эту теоретическую деятельность. И не только вовлекать, да и принимать участие в этих теоретических актах. Конечно, вот такое событие для нас с вами, которое произошло 22 марта, ужасное событие очень. И, конечно, все мы болеем душой за родственников, которые остались у погибших. Кроме того, члены кружка Гаджиевцы рассказали присутствующим о боли после теракта, боли, что носят не только пострадавшие, а все неравнодушные. Они организовали поэтический вечер, где посвятили стихотворение всем, кто стал жертвовать терактом. После организаторы мероприятия предоставили слово гостям. Это такое страшное слово терроризма, буквально переводится как ужас. Цель этих нелюдей – сеять панику среди людей, вызвать недоверие государству, уничтожить существующий государственный строй. Вот эти нелюди совершают террористические акты против ни в чем не повинных людей, детей. Они никого не жалеют, ни детей, ни женщин, ни стариков. Они террористическими актами, наоборот, укрепляют. Кроме того, в мероприятии приняли участие специалист по работе с семьей Аминат Хехова, ведущий специалист АТК города Касписка Рагима Шахкеримова и другие.